Девушки отдыхают Всем привет! И это программа «Дикий домашний» на Раша.ру и я, Ирина Ортман. И сегодня мы с вами в гостях у Ивана Шабанова. Он нам покажет свой микрозоопарк. Так как ты музыкант, у тебя живут музыкальные насекомые, которые тебя наверняка вдохновляют. Да, это африканские сверчки у меня здесь живут. А почему африканские? Почему не наши российские сверчки? Они тоже очень звонкие и музыкальные. Например, я очень люблю наши. Ну, лучше наших вообще сверчков нету. Ты что? Просто я это говорю, Ириша. Этих-то я наших наслушался, а теперь этих первых. Скажи, я вижу черепах. Мы совсем недавно были в гостях у Миши Гребничкова. У него огромные. Скажи, вот эти маленькие черепашки, они вырастут? Маленькие, да. Они носатые. Я сейчас включу благовоние. Вот эти. Мне очень нравятся. Такая красота. У меня, видишь, они кожистые. Вот, черепашки. Они без панциря? Да, они мягкие. А ты держи. Подожди, я положу это. Ее называют свиноносые. Вот. То есть у них хоботок. Вот это да. Я держу черепаху. Причем, смотри, какая. Такие классные вообще черепашки. Танцы, танцы. Смотри, сверчки у тебя поют. И сверчки сразу поют. А черепашки танцуют. Помимо черепашек, ты заметила, что у меня дома живет еще такие существа, африканские лягушки. Да, я вижу, кстати, лягушек в наибольшем количестве. Их у тебя, наверное, больше всего, да? Да. Скажи, Ваня, может быть, ты надеешься, что вот из этих прекрасных лягушек когда-нибудь превратятся в принцессы, и у тебя будет гарем? И не одна. Вот эти лягушки, они поют. Они тоже поют. Там начинают. Но они же квакают, конечно. Не, а вот эти, знаешь, да, они квакают, но у них как бы вот такая трель по ночам где-то. Причем трель начинается у мальчиков. У них там черные перчаточки появляются. И только так можно отличить мальчика от девочки. И он лапками вот так показывает, что у него есть перчатки. То есть, да, и я думаю, слушай, вот же боженька создал. Он вот так лапами показывает, что вот он самец, вот самочки. Иди ко мне, да? Да, он ее так зазывает. И она раскрывает объятия, и давай к нему гасать. Они вот так пальцами сцепляются. И у меня там начинается целый хоровод. Я сижу под этим темом, музыку пишу. А что за вот эти такие удивительные, необычные, точно не лягушки, существа? А это испанские тритоники. Я боюсь это сделать. Не, они очень добрые, они очень добрые. Они очень добрые и милые. Ай, тритончик! Вот, гляди. Кушают ли ракушки что-нибудь? Ракушки едят то, что остается от лягушек. От лягушек. Давай, может быть, покормим лягушечек? Ты не пугасишь? О, нет! Мама, это червяки! Но они другого-то не едят. Это красные мерзкие червяки. Тритоны кушают то же самое, что и лягушки. Да, ты смотри, как лягушки-то едят. Руками, раз, ручками, раз, раз, ручками. Да, 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 ты смотри, как красиво! Ну как, во! Так вот. Боже мой, она в рот прям засовывает их. Ты видишь там? Иван. Да. Говорят, у тебя живет какой-то вообще необычный, которого нет вообще существа в Москве даже. Ну да. Это тоже из Африки прибавший. Не, он знаешь, он откуда-то Индонезия, вот он откуда-то оттуда. У него есть присоски, вы видите, как он берет? Да. Для него это привычно. Вы представьте, если бы вы так умели, раз и в банк залез, раз там самолет прилетел. Мне очень нравятся его лапки, они как у человека, как у человеческой кисти. Ну да, если бы он еще и не кусался. В древние времена были такие ящерицы, были с крыльями. Причем это наскальные рисунки, это не бред, не рассказы про драконов. Просто их называли драконы, но это маленькие летящие ящерицы. Я же говорю, он очень похож на динозавра. Да, и они просто эти виды, видать, в связи с климатизмом или с чем, они просто вымерли. Вы только посмотрите. А он еще делает вот так. Да, вот это. Мама! Смотрите, сейчас он прыгнет на меня. Да, причем эта ящерица может оторвать палец реально. Не палец, но кусок пальца. Не весь так оторвет. Так что с ним шутки плохи. Сколько он у тебя живет уже? Ну он у меня уже живет, я его вот с такого же держу. Почти с яйца. И уже где-то года два. То есть это его максимальная величина? Нет, он еще вырастет. Вырастет еще? Там такая ялда будет, там еще с такой головой. Где же он будет тогда у тебя жить? Слушай, я сам не знаю. Это если он сейчас палец оторвать может, представь, что потом он сделал. Зовут его Гоша, а порода у него Геккон. Геккон Токи-4, да. То есть это реально такой прикольный чувак. Это явная звезда в твоей квартире. Нам было очень сегодня интересно. Интересно, я думаю, нашим зрителям было чрезвычайно интересно и любопытно взглянуть на все, что творится в твоей квартире. Ну, это было вообще, я очень рад, что ты пришла. И что на Раша.ру есть такая девочка замечательная, которая ведет эту передачу. Потому что вроде все о политике, о всем, а тут оригинальная идея. И ты молодец просто, я вот довольна. Да, на самом деле это не просто программа про животных, а именно о том, чтобы люди были добрее, чтобы люди умели ценить жизнь, ценить тех, кто находится рядом, не только ваши любимые, близкие люди, но и прекрасные Божьи создания. Мы же все умрем, все тленно в пепел, но надо добрыми быть. Мало чего, шоу-бизнес там, злость, кризис, не надо обращать внимания. Будьте добры, улыбнитесь, и все будет хорошо. Я абсолютно с тобой согласна. И такие ангелочки будут рядом. Будьте счастливы, любите друг друга. С вами была программа «Дикие домашние», Иван Шабанов, и я, ваша покорная слуга, Ирина Орклана. Пока-пока. Всем привет. Какие колеси. Смотри, какой классный. Видишь? Класс. Сиди и успокойся. Субтитры подогнал «Симон»